В сегодняшнем видео я расскажу, как можно зайти на темную сторону и вернуться на светлую. А именно, скачать майнер с HPUL, который позволит вам сильно облегчить жизнь, создавая POS несколькими видеокартами. Для этого переходим ниже и скачиваем сам майнер. Дальше переходим на сам PULL H9. Нам нужно зарегистрироваться. После регистрации переходите на PULL, выбираете монету Space Mesh, переходите в закладку Management и здесь снизу будет ваш APK. Теперь нужно разархивировать майнер, который мы перед этим скачали, в любое удобное для вас место. Переходим в конфигурационный файл и меняем значение Disable Plot. Сохраняем. После этого запускаем сам майнер. Соглашаемся. Печатаем Yes. Разрешаем. Переходим в настройки. И здесь нам нужно будет добавить тот APK, который вам выдало на самом пуле. Когда вы вставите этот APK, у вас будет возможность сменить интерфейс на английский. Сейчас оно напишет, что мне нужно вставить APK или адрес. После того, как вы вставите APK, вы сможете менять эти настройки. Возвращаемся в главное окно майнера. Нажимаем кнопку Добавить и выбираем папку, в которой вы хотите создавать свой POS файл. И теперь важная часть. Нам нужно не допустить того, чтобы майнер пула прошел проверку с этим POS, который он создал. Поэтому для начала окна проверки вам нужно зайти в папку, куда был создан POS. Удалить последний из созданных бинов. У меня здесь файлы разделены по 2 гигабайта. Стандартные настройки в майнере пула составляют 30 гигабайт. Это вы можете все менять в конфигурационном файле. Удаляете последний бин. Копируете все бины, которые остались. Копируете KBIN, PostData, Metadata, вставляете в другое место, либо же удаляете лишние файлы здесь. Потом подбрасываете это все в SMAP, в GhostPaceMesh или PostClip, в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Чтобы это программное обеспечение создало последний бин, таким образом у вас будет POS, созданный майнером пула, но который можно использовать в официальном поэт.